Заставить, да! Есть вот какая-то определенная одна схема, по которой мы двигаемся, и вот всех под одну гребенку. Всем привет! У меня в гостях сегодня Дарья Йорк, персональный стилист из Нью-Йорка. Я этого дня очень долго ждала, потому что, конечно, как любой девушке, мне хочется чувствовать себя женственной, мне хочется быть модной, красивой. И в условиях, когда у тебя двое маленьких детей, это сделать не так легко, именно поэтому я решила, что нужно пригласить специалиста, профессионала своего дела, Дашу, по совместительству, кстати, моя подруга. И, в общем, я воспользовалась, конечно, таким удачным случаем, пригласила Дашу, чтобы она помогла мне разобрать, актуализировать и вывести главную четкую линию того, что мне надо. Очень в таком персональном формате. В общем, да, мы у меня дома и Даша. Ребята, всем привет! С вами Дарья Йорк. Я уже как на своем канале. Я очень рада вас видеть. Мы с Олей хотели разобрать ее гардероб, вообще посмотреть, что же у нас тут есть. У Оли есть несколько вопросов, которые она хочет улучшить в своем гардеробе. Есть определенный запрос от того, как она хочет выглядеть. И вот сегодня я пришла для того, чтобы ей помочь. Я уже ей отправила анкету, она мне ответила подробно на все вопросы, которые меня интересуют. Мы уже сделали стилевой тест, она показала то, как она хочет выглядеть, какие ей образы по душе. И сегодня, сейчас мы тоже быстренько поговорим, обсудим некоторые детали и уже перейдем непосредственно к разбору гардероба. И вот, знаешь, я хотела затронуть такой момент. Вот мы с тобой, когда я тебе только отправила анкету, и ты мне сказала, что я не ожидала, что это все так серьезно. И вот я бы просто хотела немножко... Да, да, я на самом деле, да, спасибо. Вопрос классный, потому что я на самом деле не ожидала, что Даша так комплексно подойдет, так серьезно. Когда Даша мне выслала анкету, когда я начала ее заполнять, я поняла, что на самом деле, ведь этот процесс, он гораздо глубже, чем просто одежда. Он гораздо больше чувствуется, что комбинация психологии, понимания человека, твоего образа жизни, твоих желаний, твоих амбиций, твоих целей в жизни, оно так переплетается с нашей одеждой. Хотели бы мы этого или нет, оно в любом случае переплетается. И вот когда Даша мне скинула, я поняла, что я взяла время для себя. Это, кстати, было очень приятно сесть и просто даже свою талию измерить. Я уже тысячу лет этого не делала. Заставить... Да, как она тоненькая. Потом посмотреть, какие собрать образы в Пиндересте, что мне нравится, какие есть действительно желания, пожелания задуматься, задать самой себе вопрос. Это на самом деле даже первый шаг, но он был настолько поясняющий. Действительно, когда Даша мне сказала, какая цель, для чего ты это хочешь? И как я, конечно, знаю со всех этих коучинговых методов, в любом случае, всегда цель – это твой маяк и ориентир, куда мы двигаемся. И безусловно, без цели, не будет результатов, а результатов очень сильно хочется. Точно. Я могу сказать, что у каждого человека есть свои цели. И это не то, чтобы есть какая-то определенная одна схема, по которой мы двигаемся, и вот всех под одну гребенку – это не про это. То есть с каждым клиентом вырабатывается определенная вообще схема движения, куда мы двигаемся. На самом деле это так. То есть, например, есть мамочки, которые родили ребеночка, и вот они за ним ухаживали несколько лет и совершенно забыли про себя. Они уже не знают, какие тренды, они не знают уже, как вообще работать с своей фигурой, потому что, естественно, после родов она визуально изменяется. Есть какие-то вещи, которые стоит корректировать. Возможно, некоторые не знают, как работать с цветом, с принтами. Это тоже на первый взгляд кажется, что все очень просто, но по факту это целая наука. То есть, например, на миниатюрных девушках нельзя носить крупные принты, потому что они будут их увеличивать и делать более крупными. Есть, когда хочется просто раскрыть вот это свое внутреннее я, которое где-то внутри есть. Вот ты смотришь на других девушек, женщин, ты думаешь, блин, как они классно выглядят, как они за счет своего стиля могут проявить себя. А вот у меня это не получается. И, конечно, вот в таком случае как раз нужен специалист, чтобы он помог. Вот сегодня я уже провела стилистический тест, мы уже поговорили вообще, какие у нас цели. Я мама двоих детей, мне нужно, чтобы было красиво, удобно, чтобы решение, принятие решения, что я сегодня надену, принималось вот просто за 5 секунд. Я заходила в свой гардероб, взяла любую одежду, и она сочеталась. В общем, в принципе, такой вот очень практичный подход к одежде, чтобы выделяться на фоне американских мамочек. На самом деле, многого делать не надо, но в целом хочется... Уже губки подкрасить уже. Просто сменить леггинсы даже на джинсы, а спортивный топ на футболку, и ты уже выделяешься. Но все же, так как мы все-таки менталитет наш русский, хочется быть красотками всегда и везде. И такое, вы знаете, мне нравится, когда такая красота непринужденная, типа я даже не задумывалась. Не старался. Не старался, а вот просто я вот такая красотка. Ну что, Даш, начинаем? Пойдем, пойдем смотреть, что у нас есть. Музыка. 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 Сорока мы с тобой начинаем разбор гардероба. Первая позиция у нас удачная. Это вот такая, как рубашка-туника из льна. В принципе, все здесь хорошо, у меня нет никаких нареканий. Это сейчас, кстати, Леон один из самых главных трендов. Ну, конечно, это все-таки летний материал, он всегда будет актуален. Но сейчас использование льняных вещей в образах, это прям слой. Вот, поэтому мы это оставляем. Первый плюсик. Далее. Эта вещь классная, тоже летняя, тоже дневной такой материал. Мне очень нравятся вот эти такие интересные дизайнерские решения. Какие-то узелочки, рюши, все очень красиво, приятный материал. Тоже на лето супер классно. Белая рубашка, вот опять же такой классический вариант. Но у меня вопрос по посадке. Она такая, не сильно облегающая, но с другой стороны у нее оверсайз. То есть она более классики. Винтажная рубашка, как я сказала. В принципе, очень красивый цвет, он тебе идет. У меня нет никаких нареканий, конечно, кармачки не всегда хорошо смотрятся на рубашках. Но в данном случае у меня здесь все устраивает. Единственный момент, я здесь все видела. Да, это мы ходили с девочкой на пейтинг-класс с первого же день покупки. И в общем, да, с пейтинг. Но нужно будет прятать, просто тогда подворачивать. Это все дело, чтобы было не видно. Единственный раз, когда я ее одевала после того, как купила на пейтинг-класс. Это, конечно, не самый лучший вариант ходить в шелковых изделиях. Потому что я выстирать ее не могу. А краска, в общем, такая, которая не детская, не отмывается. Все, окей. Ну, мы в любом случае оставляем, но просто помнят. Да. Когда носили? Это я на выход больше ношу. Но, наверное, носила где-то, может быть, месяца два назад. Вот у нас здесь не совсем актуальный вырез. Можно закрыть глаза, можно стилизовать, но на будущее просто не покупай вещи с данным вырезом. Особенно вот эта картовочка, она просто немного возраста добавляет. Поэтому мы пока оставим. Просто нужно будет обыграть это все аксессуарами. Я сейчас вам поближе покажу. Я думаю, что плохо видно, да? Вот вы можете заметить этот вырез. Возраст. Да. Ну, в общем, я носилась с джинсами, с белым топом, белые кроссовки. Либо с шортами, либо с джинсами. Вообще, это прям такой топ, я бы сказала, в стиле гранж. Даже несмотря на то, что у него здесь вот такие есть детали, и кажется, будто он поношен. Я понимаю, что это дизайнерская вообще такая идея. Поэтому мы его оставляем. Просто нужно будет его правильно стилизовать. Хорошо. Далее, мы уже с Олей обсудили вообще историю этого топа. Тут, к сожалению, есть зацепка. Естественно, мы списать не сможем. Здесь такие широкие штаны. Это Pimacaton. Очень. Ощущение, как будто бы ты вообще раздетый. Ничего на себе не чувствуешь. Я просто хочу, чтобы мы это примерили. Я бы смотрели, как это все сидит. Так, далее у нас идет вот такая футболка. Такая чистая на площадочку. Ну вот, да. Но опять же, мы от Соли разговаривали о том, что дома, на площадку с десны, мы тоже должны всегда выглядеть хорошо. И поэтому, конечно, если хочется, мы можем это оставить. Но я считаю, что можно купить какие-то классные базовые футболки там в том же Uniqlo, да, которые вот как раз мы очень любим. И бегать в них. То есть их регулярно обновлять. Мы с Дашей уже померили одежду, которую у Даши было под сомнением, хочется она оставить или мне, или нет. Мы убрали большую часть. И вот, что у нас, в принципе, осталось. Уже, конечно, мне нравится, что не так громоздко. Потому что уже когда меньше вещей, соответственно, меньше выбора вот этого хаотичного. Плюс Даша рассказала, что нужно обязательно раскладывать верхнюю одежду, платье отдельно, кофты, чтобы таким образом быстрее собирать свой образ. Сейчас я пишу шоппинг-лист того, что необходимо добавить Оле в гардероб. Тут у нас будут, конечно, те образы и те вещи, которые дополнят Оле в гардероб. Она сможет создать те самые образы и вообще тот имидж, который она хочет. И, конечно, я не забываю о том, что у нас большую часть времени занимают дети. Поэтому также здесь у нас будут комфортные вещи, которые Оля сможет использовать на прогулке с детьми. Естественно, также у нас есть прекрасный муж, с которым Оля будет ходить на свидание. Про это тоже не стоит забывать. И поэтому, исходя из круга времени Оля, а это, естественно, муж, дети и работа, и, возможно, какие-то вечеринки, которые не так часто происходят. Но все равно это тоже нужно иметь в виду. Вот сейчас я создаю шоппинг-лист, и у Оли уже будет определенная инструкция. То есть, когда она пойдет в магазин, она не будет брать лишние вещи, которые ей не нужны. И, конечно, очень важно иметь вот этот список, чтобы лишнего не набирать в магазине. То есть, когда у тебя есть вот этот минимум, который реально тебе необходим, это вот круто иметь. И просто сразу же получается огромное какое-то количество образов. То есть, не обязательно иметь много вещей, главное иметь правильные вещи. Вот что я хочу принести. И, кстати, вот я тут простая математика. Мы сейчас столько с Дашей убрали того, что я недавно купила. И вот я подумала, что люди вот так покупают, и получается лучше эти средства постратить на, допустим, разбор профессионалам. И кажется, что это такая услуга, что себе не могут позволить люди. Но на самом деле вы купите вещи, которые вам не нужны, и вы как бы потратите их на вещи, а на самом деле они вам не нужны. И лучше разово узнать себя, свою фигуру, индивидуально сделать такой индивидуальный разбор, да, под командованием капитана корабля в виде стилиста. Так, ну что? Встану немножко. Ну знаешь, это такие приятные эмоции. На самом деле я не ожидала, что будет так интересно, потому что мне казалось, что я всё знаю про себя. Но тут выяснилось много интересных фактов, и действительно ты проанализировала мой образ жизни, расписала сферы. Это так интересно, когда на твою жизнь, на твою личную жизнь приходит человек, и как бы вот это очень интересный анализ. И я на самом деле очень предвкушаю знать, что же мне нужно купить, потому что есть ощущение вроде как бы много вещей, чтобы, знаешь, не было ощущения много вещей на ничего надеть. Это именно тогда, когда нужно эти пробелы запомнить, и я так понимаю, что этот лист заключается в этих пробелах. Вообще, после каждого разбора кардероба я составляю шоппинг-лист тех вещей, которые необходимо приобрести. Я пишу просто список, это без каких-либо ссылок. То есть уже после разбора кардероба у клиента есть свой выбор. Он может либо пойти со мной на шоппинг, если он проживает в Нью-Йорке, либо я могу создать шоппинг-лист уже со ссылками, то есть это будет отдельная презентация, где будут представлены разные варианты, естественно, понимая определенные параметры фигуры, понимая, какие цвета идут клиенту, естественно, также используя тренды, которые сейчас есть. То есть про эти все моменты я никогда не забываю. И сейчас вот я, Оля, написала список тех вещей, которые действительно необходимо добавить. То есть я могу сказать, что это не то, что здесь есть что-то лишнее, то есть это вот реально те вещи, которые прям необходимо добавить, которые максимально сделают функциональным кардероб. И я думаю, что когда мы сейчас с Олей пройдемся и посмотрим, что же здесь у меня есть, и я думаю, что она как раз поймет, что это то, что нужно было. И, конечно, опять же, я учитываю все сферы, которые у нее есть, то есть и ребенок, и, точнее, дети, муж, карьера, да, там, работа и так далее, какие-то вечерние выходы, ее иногда приглашают на разные ивенты, бренды, вот, поэтому все это нужно учесть. Интересно! Через какое-то время мы с тобой пойдем на шоппинг, опять же, покажем процесс, думаю, это будет еще, наверное, интереснее, потому что... Очень интересно! Прямо в Нью-Йорке, прямо пойдем в самую... Да, да, опять же, я построю маршрут, исходя из тех брендов, которые нравятся Оле, которые сидят хорошо на ее фигуре, и учитывая бюджет, то есть это все моменты, которые я продумывала заранее, вот, и потом мы уже покажем, как проходит наш шоппинг, вообще, что мы, какие образы мы соберем. Смотрите, тут уже все по образам, классно, интересно, цвета, как я люблю. Да, у нас, конечно, тут есть небольшая проблема в том, что нельзя заносить аксессуары, сумки и обувь, но в целом мы сюда можем добавить белые мюли, какую-то интересную цепочку. Это вот как раз про тот ароматизм, который Оля хотела. Это вот пойти, например, с мужем в ресторан, на прогулку, возможно, какой-то ивент. Так как она хочет более такие нейтральные цвета, поэтому мы играем с фактурой. У нас здесь идет такое, как сатиновое платье и очень фактурный, красивый кардиган. Очень приятный. Да, и очень приятный. И как раз вот эти такие природные оттенки, они очень красиво друг с другом смотрятся. Опять же, смотрите, как просто прекрасно, Ольга. Да, еще немножко подзагореть, и вообще, мне кажется, вообще... Оль, ну вот скажи, как? Конечно, мне по ощущениям очень комфортно, во-первых, как я их ценю как мама. Ага. Номер один. Во-вторых, я смотрю на себя, и это как-то женственно. Оно как-то вроде бы и удобно, а с другой стороны, очень женственно, что, конечно же, меня. И самое главное, что, вот, например, вроде такие вещи, да, это платье абсолютно универсальное. То есть мы сюда, например, набрасываем и жакет, это будет потрясающе выглядеть. Мы можем сюда набросить рубашку. Что у нас тут, в принципе, есть много разных вариантов. Вот, я просто показала вот такой один, возможно, немножко на прохладный вечер, например, чтобы кардиган набросил. Ну, в принципе, естественно, это шикарно выглядит и без кардигана, платья. На самом деле, очень удобно. Я даже была на эти дела такие, где я ценил все то, что давно хотела. На самом деле, просто в Нью-Йорке нельзя, к сожалению, заносить аксессуары в примерочную, поэтому обычно аксессуары мы уже покупаем с клиентами после шопинга. Именно те, которые будут идеально вписываться во все образы, но вы только на нее посмотрите. Вот такой у нас следующий образ. Конечно, здесь необходимо добавить каблучок. Опять, вы можете заметить, как хорошо корректируют ножки и те брючки. Хотя у тебя, конечно, нечего корректировать, но я имею в виду, они подчеркивают твои бедра, подчеркивают твою талию. Ну что, это? Ширная рубашка, мне кажется, с таким вот рукаватыми обычными рукодными материалами. Мне кажется, он сразу такой благородности не ловляет. Да, вот оно что-то такое интересное. Это вот не та скучная база, к которой мы привыкли. И тем более у Оли все равно была цель, да, более такие спокойные цвета. Но, опять же, спокойные цвета, они могут выглядеть интересные. И вот вам пример. Интересный крой такой необычный. Опять же, форма, объемы, воздух. Оль, ну супер. Так, Оля, хорошее настроение, это уже хорошо. На самом деле, так комфортно, что хочется танцевать, двигаться. И я чувствую, что это такой образ, который мне позволит быть комфортно, себя чувствовать как на площадке, так и прогуляться с мужем вечером, встретиться с подружками. И вот этот комфорт, который у тебя есть такое ощущение, что это как моя вторая кожа. С другой стороны, я подхожу к зеркалу. А я еще и хороша, и в зеркале. И не только, знаешь, бывает комфортно, но и очень красиво. Ну и не хочется к зеркалу подходить. Да, в зеркалу, не хочется. А тут подходишь и как бы, наоборот, вдохновляешься собственным видом. Это такой образ, который не передавливает в талии, садишься, но только с дымом проходишь, я помню, ой, кто-то прекрасная мама. Прекрасная маркиза. Супер, да. Ну, отлично. Спасибо, хорошо. Следующий образ у нас получился таким комфортным, но романтичным, как хотела Оля. Опять же, конечно, вот такие базовые довольно образы обязательно нужно обыграть аксессуарами. Вот. Мы, конечно, к этому приступим уже после. Ну, вот в целом, вроде бы такие базовые вещи, но смотрите, как они хорошо соединены вместе. То есть, можно здесь добавить какие-то мюли на каблучке. Просто, ну, супер. Очень красиво. Мне кажется, это прямо образ своего финтерс-борда. Да, да, это на самом деле так и есть. Я вдохновилась тем, чтобы ты меня сбросила. Почему важен вот этот стилевой тест? Для того, чтобы понять вообще потребность клиента, понять, что ты хочешь. Потому что, конечно, естественно, я могу собрать что-то, то, что нравится мне, но мы здесь для тебя. Поэтому, вот. Поэтому у нас, опять же, интересна такая фактура, да, вот. Вот эти вот такие вязанные кардиган, шелковый топ. Те наши самые любимые джинсы, которые, я думаю, мы будем брать точно. Вот. Ну, супер. Пожалуйста. Так, следующее у нас уже идет платье по шопинг-листу. Мы примерили вот такое. Опять же, сделали акцент на талии, подчеркнули прекрасные бедра. Очень красиво. Здесь, конечно, не хватает золотых аксессуаров. Возможно, цепочки с такими природными камнями, они, в принципе, сейчас есть в Заре. Обувь я бы добавила сюда, возможно, вьетнамки. Опять же, в принципе, какие-то такие грубые сандалии можно добавить, тоже интересно будет. Но это вот все-таки такой прорасслабленный стиль. Это, опять же, вот с мужем на прогулку. Вот можно по делам побегать. Это вот то, что очень комфортно, но безумно красиво. Как тебе довольны? Мне очень неизвестно заходить в кафе. Кафе, потому что, на самом деле, конечно, шелк, он прям вообще не ощущается. Мне кажется, я еще загорюешь, добавлю цвета за счет цвета кожи. И, ну, очень-очень необычный этот ремень. Но смотрится, мне кажется, так вот. Вроде расслаблено, но с другой стороны, вот, интересно, да, за счет тебя. Да, супер. Ну, в общем, мы с Дашей уже, конечно же, прошлись по Bloomingdale's. Я купила джинсы, которые Даша сказала, что нужно брать. Сделано дело. Потом мы зашли в секс. Как он там его? А, секс, секс, я в него. Да, вот туда. И там, на самом деле, вот, когда иду я, мне кажется, какой-то такой вот а-ля секонд-хенд. А Даша мне говорит, так, вот этот бюджочок померить, вот это платье, что-то обрати внимание. А вот это. И реально все вещи, которые она мне показана, реально крутые. Я говорю, как ты это делаешь? Просто это магазин, где можно купить классные брендовые вещи по огромным скидкам. То есть там можно люкс до 90% взять. Да, мы же отводили 95% на банке Бучку. Да, это был в Балмейн. А, Балмейн. Ну, да. Оно стоило 30 тысяч, а сейчас оно стоит что-то 1300. Да, да, да. Но там реально это произведение искусства, они платят. Там настолько невероятные какие-то детали. Да. Вот, мы сейчас уже подходим к Мэрисан Эвеню. Следующая у нас будет 5-ая Эвеню. Вот, мы идем в сторону не неплохо, потому что нам нужно купить некоторые базовые вещи. Ага. Вот. И, в принципе, этот магазин очень хороший. Там такие демократичные нормальные цены. Но самое главное, там очень хорошее качество. Да. Материалы суперские. Поэтому это вот... Мой направленность. А еще, кстати, я забыла сказать, что мы же ходили в Зару. А в Заре я была... Даша была иголочкой, я была ниточкой. Я везде за ней ходила, а она мне точно так же говорила. Так, вот это тебе подойдет, вот это, это, это. И я такой экспресс, как экспресс-крейн, такой, знаешь, взяла экспресс-поезд по шоппингу. Я, в общем, там все нафотографировала. На деле пока что нельзя, поэтому покажусь все онлайн и будем пробовать. В общем, прям реально разница идти в шоппинг с индивидуальным стилистом, с личным стилистом. Персональный стилистом. Персональный стилист. Нет, идти на шоппинг с персональным стилистом реально, ребят, столько сил и энергии, прям раз, и снимает. Самое главное, что когда вы работаете с персональным стилистом, он для вас все подготавливает. То есть то, что мы сейчас уже идем по магазинам, это потому что чисто как друзья. А вообще, когда приходит клиент, то я для него подготавливаю полностью все образы, вся одежда, все уже готово. И когда человек приходит, у него уже все собранные образы, мы просто их примеряем. На самом деле прям настолько ты чувствуешь себя лухарь. Пришел, одел, красиво, берем. Тебе только остается кивать и улыбаться. Примеряется, чувствует себя красотой. Мы с Дашей зашли в Юникло, купили мне, ну, пакетик не из Юникло, я просто добавила, но купили недостающих мне вариантов, очень классно. Шесть вещей за 52 доллара, это, конечно, шикарно. Даша только мне говорила, это, 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 это. Заходим, померили, выбрали то, что подходит. Блин, я такая довольная. Мы даже, получилось, что я потратила меньше, чем я ожидала, да? То есть я выделила определенный бюджет, и, надо сказать, из него потратила только 70%. Поэтому даже спасибо. Это всегда приятно, это всегда приятно. Слушайте, мы купили обалденный кожаный ремень за 4 доллара. И с итальянской кожи. Вообще, раз это такое можно? Вот, понимаете? На фоне можно, да? Да, с нами мы ждем. Пойдем. Класс. Ну что, я уже на стороне Нью-Джейси, доехала до дома счастливая, довольная. Мне на самом деле, я вам хочу сказать, такие потрясающие ощущения от такого индивидуального подхода, о том, что ты приходишь, за тебя уже подумали, ты просто приходишь и наслаждаетесь. Вот, знаете, есть у меня, не знаю, сравнение, может быть, оно будет звучать немного нелепо и глупо, но когда люди организовывают сами свадьбу, бегают, крутятся, и потом в результате все так быстро пробегает, даже не успеваешь насладиться. То же самое и здесь. Или ты заказываешь услуги организаторов, они тебе организуют, и ты как принцесса приходишь и наслаждаешься праздником. Примерно вот то же самое произошло сегодня. Я как принцесса пришла и насладилась шоппингом вместе с Дашей. Поэтому я... ой, у меня даже слеза потихла. На самом деле, сентиментальный момент. Всю информацию, как подписаться к Даше на ее инстаграм, на ее ютуб-канал, я обязательно оставлю в описании под этим видео. Записывайтесь, не стесняйтесь. Это на самом деле может показаться, что, о боже, это так дорого. Но на самом деле, вот мы сегодня с Дашей сходили, купили гигантский мне пакет одежды, и я потратила 130 долларов. Но там реально, наверное, я купила, ну, штук 8 вещей реально хорошего качества, которые мне очень долго прослужат. И это уже окупается. Я потратила меньше, чем я ожидала под жутким руководством Дарьи Йорк. Огромное спасибо за то, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и мы увидимся с вами в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok